Здравствуйте! В эфире программа День города. С вами Анна Герцовская. Мои коллеги-репортеры телекомпании «Город» приготовили для вас новости нашего региона. И сейчас коротко о главном. 2017 год. Экологии. Самые грязные районы города и чем дышат рязанцы. Типография 21 века. Как печатают газеты и журналы в День российской прессы. Избавимся ли мы от очередей? Одна из вечных проблем перекочевала из Почты России в КВЦ. Текущий год объявлен Годом экологии. В связи с этим особое внимание приковано к деятельности синоптиков, экологов, врачей, различных специалистов. Все они стремятся улучшить экологическую обстановку в мире. Тем самым обеспечив здоровую жизнь гражданам. Специалисты утверждают, что загрязнение в Рязани опасное для человека и есть. И борьба с ними идет комплексно. Однако, как утверждают экологи, в первую очередь специалисты должны решать проблемы с загрязнением воздуха. На первом месте по уровню загрязнения воздуха стоит поселок Строитель, затем центральный район Рязани и далее поселок Сысоева. Причиной проблемы являются в большей степени предприятия города. Ежедневно, четыре раза в сутки происходит мониторинг атмосферного воздуха. Занимается этим вопросом служба при Рязанском гидрометцентре. Наибольший вклад в загрязнение вносит у нас сероуглерод. В 2016 году было зафиксировано 7,9 ПДК, его превышение. Это в центре города. Я могу только сказать, какие предприятия выбрасывают сероуглерод. Это черная металлургия, производство бумаги, целлюлозы и, соответственно, химических волокон производства. Эти производства у нас существуют в Рязани и, еще бы я сказал, нефтеперерабатывающая промышленность. Все превышения по предельно допустимой концентрации, зафиксированной в гидрометцентре, передаются в соответствующие структуры, которые ведут борьбу с загрязнением. Во втором полугодии 2016 года Рязанской межрайонной природоохранной прокуратуры была проведена проверка исполнения воздухоохранного законодательства. В результате было вынесено более 20 представлений предприятиям, которые производят несанкционированные выбросы загрязняющих веществ, используют неисправное оборудование и имеют массу других проблем. Три предприятия не отреагировали на представления, в результате чего им были предъявлены судебные иски, которые возложили на них эти обязанности. Нарушения воздухоохранного законодательства допускаются предприятиями, которые находятся на площадках бывших заводов «Химволокно», «Центролит». Свои нарушения, можно сказать, они маскируют, или эти нарушения их не так просто выявить, поскольку действительно в санитарно-защитной зоне одного предприятия находится другое промышленное предприятие. Но тем не менее, общими нарушениями является то, что не все источники загрязнения атмосферного воздуха нормируются, то есть производственная деятельность расширяется, какие-то наращиваются производственные мощности, добавляются дополнительные источники загрязнения атмосферного воздуха. Однако эти источники не нормируются. Разрешения на выброс загрязняющих веществ не выдаются органами контроля. К тому же имеется выброс не только из несанкционированных источников, но и из неисправного оборудования. Так вот, недалеко от предприятий, расположенных на территории, например, «Химволокна», живут люди в поселке «Строитель». По сравнению с городом, конечно, здесь безобразие, дышать здесь нечем. То есть я не представляю вообще, как здесь вообще можно жить. Очень большая просьба чиновникам откликнуться, помочь нам в этой беде, проживать здесь невыносимо. То есть я считаю, что это очень опасно для здоровья, очень опасно. Здесь в основном детки, у всех абструкция, все детки больные, кто проживает в этом районе. Да, какой-то присутствует запах, и даже не понятно, от чего. Либо это от завода, либо от какого-то, даже болотом что-то таким вот дает немножко. Химикаты есть, да, чувствовать, бывает. Большое количество детей живет и в других районах города. Примечательно, что станций забора воздуха, относящихся к гидрометцентру, всего четыре. Они есть в центре города, в поселке Сысоево, в Приокском, в Строителе. В районе Дашковой Песочни и в Московском районе их нет. И понять, что происходит в этих частях города, практически невозможно. Однако существуют мобильные станции, ими располагают еще два ведомства. Общественники имеют на этот счет свое мнение. Хотелось бы, чтобы в 2017 году все стационарные посты, у нас их должно быть как минимум шесть, перешли в службу гидрометеорологии. Потому что они эту работу проводят качественно, они подчиняются Москве, они независимые. И достоверность этих данных, я думаю, будет выше. Проверка проходит качественно, но что делать с тем, что Министерство здравоохранения России вместо борьбы с причинами проблемы просто повышает предельно допустимый уровень концентрации вредных веществ? Формальдегид, вот если бы у нас остались старые ПДК, то у нас бы уровень по формальдегиду был бы высокий. Потому что у нас средняя суточная концентрация за 2016 год составляет 4 ПДК. А с новым ПДК 1,2 ПДК. Сами видите, какая разница. Эту ПДК повысили в 2014 году. Также предельно допустимая концентрация повышена по диоксиду азота. Если раньше Рязань находилась в числе городов по его превышению, теперь с помощью такого метода наш город выровнялся. Так что плохой воздух становится нормой. Но даже несмотря на это, с каждым годом ситуация в городе становится все хуже. Так как у нас по бензопирену еще концентрации не все пришли, предварительно я могу сказать, что уровень загрязнения в 2016 году по городу Рязани высокий. Если сравнить с прошлым годом, в 2015, то у нас был повышенный. Соответственно, у нас воздух ухудшился. Есть масса веществ, о которых сегодня мы не сказали, но которые имеют превышение по своей концентрации. Самое страшное, что это влияет на здоровье людей. Хочется верить, что в этом году показатели экологии выровняются благодаря действиям и методам борьбы с загрязнениями, в первую очередь на предприятиях города. Очереди в КВЦ – новая проблема рязанцев. Не так давно Почта России прекратила принимать коммунальные платежи, оплачивать которые приходили в основном пожилые граждане, которые не доверяли оплате в банковских терминалах или через интернет. В результате очереди из Почты перенеслись в отделение КВЦ. Подробнее обо всем в материале Галины Ершовой. Всю неделю новостные ленты пестреют паническими сообщениями. Оплата коммунальных услуг превратилась для людей в настоящую проблему. Километровой очереди в кассы КВЦ и к терминалам заставляли изменить планы на вечер, ведь провести в них приходилось в лучшем случае пару часов. К концу недели страсти улеглись, но только потому, что к этому времени многие люди уже смогли таки заплатить за квартиру. Такое резкое ухудшение ситуации связано с тем, что Почта России перестала принимать плату за коммунальные услуги. Основу очереди сейчас составляют пенсионеры, которым неудобно проводить операции с помощью интернета, однако в большинстве КСК ВЦ для них пока не предусмотрены даже стулья. Ситуацию обещают улучшить. Сейчас в городе работает 42 пункта приема платежей. К концу месяца их число увеличится. Новый терминал уже появился в магазине «Астра» по адресу улица Старореченская, строение 15, дробь 4. Напомним, что оплату также можно проводить в многофункциональном центре и отделениях Сбербанка, Привовне Шторгбанка и Банка имени Живага. Наряду с терминалами и банкоматами здесь работают операционные окна, число которых также будет увеличено. Но самым удобным способом остается оплата через интернет. Она позволяет совсем не терять время в окнах и терминалах, проводить платежи в удобное время и гибко настраивать сумму. Исчезнут ли очереди в следующем месяце, пока неизвестно. А вот облегчить жизнь пожилым близким точно получится благодаря нескольким щелчкам мышки. Не упускайте эту возможность. Сегодня в России отмечают День печати. 13 января традиционно властные структуры страны и регионов награждают работников СМИ за их деятельность. Сотрудники нашей телекомпании также были отмечены подробнее в следующем материале. Сегодня в День российской печати в Гербовом зале правительства состоялось награждение лучших журналистов нашего города. День российской печати – время, когда традиционно подводятся условные итоги годовой деятельности всех представителей, трудящихся в средствах массовой информации. Именно сегодня становится ясно, чья работа принесла плоды и дала результаты. Сегодня я хочу от имени всей городской администрации также поздравить вас с профессиональным праздником и сказать в этот день вам слова благодарности за то, что порой вы видите многие городские проблемы раньше, чем видит их власть. Вы часто и быстрее нас их освещаете в средствах массовой информации и мы даже каждый день подпитываемся теми задачами, которые мы черпаем из ваших газет, журналов, из страничек в интернете и быстрее принимаем по ним решения, быстрее мы ищем варианты решения этих городских задач, потому что прекрасно понимаем, именно вместе с вами мы формируем положительный имидж власти. Именно с вами мы делаем город наш лучшее. Среди награжденных журналистов оказалась и представительница нашей телекомпании Марина Комиссарова. Ее представители компетентного жюри оценили за высокое профессиональное мастерство и успешную реализацию творческих проектов об истории и культуре Рязанского края. Этой тематикой наша коллега занимается в рамках проекта «Русская культура. Истории. О». И при подготовке новостных репортажей на краеведческие темы. Мы поздравляем всех причастных к индустрии информации и желаем дальнейших творческих успехов. История же Дня Печати уходит во времена правления Петра Первого. В 1703 году вышел в свет первый номер российской газеты «Ведомости». Он носил название «Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в московском государстве и в иных окрестных странах». О том, как сегодня печатаются газеты и книги, в репортаже Галины Ершовой. Профессиональный праздник – День Печати – работники типографии встречают на работе. Каждый день через их заботливые руки проходят 17 районных газет, а в месяц создаются более 70 наименований. Их присылают на электронную почту уже готовыми к печати. Выполнена компьютерная верстка, соблюдены отступы и цветовая палитра. Поэтому специалистам остается проверить макет на возможные ошибки. А ведь еще совсем недавно, в начале 90-х, тексты газет набирали вручную, на линотипах горячим способом. Вагонетка такая, туда не собирались. Потом соприкасались с этим металлом и получали строчки такие металлические. И вот эти металлические строчки ставились в верстку. Иногда и рассыпятся. Это очень был трудоемкий процесс. Тогда набор одной страницы занимал около двух часов. Сейчас – несколько минут. Дальше текст переносит на специальную пластину. Начинались кальки, фотопленки. Вручную такие монтажи делались, склеились. Сегодня рисунок выжигает лазер. Синяя пленка растворяется, а изображение остается. Эта операция проделывается отдельно для каждого цвета, используемого при печати. Всего их четыре. Это черный, желтый, синий и красный. Печатают газеты на рулонах бумаги. Причем ночью, чтобы утром они попали в руки читателей. А вот книги из журнала изготавливают днем. Тамара Агапкина работает печатником 28 лет. И свою работу она сравнивает с деятельностью художника. Ведь нужно не просто изготовить тираж, а правильно смешать краски. Вот по этому шкалку мы читаем краску, сколько надо. Вот здесь вот у нас показывает, вот это, вот сколько нужно краски. Мы читаем вот так вот. Шли, вот, например, синяя. Вот. Вот она показала. Здесь вот 1,55, а надо 1,45. Значит, я убавляю эту краску. Ну и так все остальные. Остается лишь нарезать и прошить страницы. С книгами немного сложнее. На изготовление тиража уходит от 4 до 7 дней. В месяц в областной типографии выпускают 10 наименований, преимущественно рязанских авторов. Сутки книги стоят под прессом, после чего попадают к заказчику. Подарочные издания, фотоальбомы, книги рассказов и сказок, газеты, журналы и брошюры. Уникальный запах свеженапечатанных страниц и возможность погрузиться в фантазии автора. В современном мире работа печатника – это по-прежнему путь талантливых писателей и журналистов к сердцам своих читателей. Наступивший год является знаковым не только для экологов, но и для сотрудников Следственного комитета. В 2017-м исполняется 10 лет с начала реформы системы следственных органов. Из них 6 лет Следственный комитет действует как самостоятельная структура. К тайным следствия в преддверии праздника, который состоится 15 января, прикоснулась наша съемочная группа. Товарищ генерал, личный состав Следственного управления для проведения торжественных мероприятий, посвященных 6-й годовщине образования Следственного комитета Российской Федерации, прибыл. 15 января 2011 года вступил в силу федеральный закон о Следственном комитете Российской Федерации. Прообразом для вновь созданного ведомства явилась образованная в 1713 году по указу Петра I майорская следственная канцелярия Волконского, ставшая первым государственным органом, подчиненным непосредственно главе государства и никому более. Как и в далекую Петровскую эпоху, Следственный комитет не входит в состав ни одного из органов власти. Руководство его деятельности осуществляет исключительно президент России. За годы существования Следственный комитет заявил о себе как о государственном органе, способном защищать интересы государства и граждан, выполнять задачи полномасштабной борьбы с преступностью. Созданная единая система следственных органов эффективно противодействует коррупции, тяжким и особо тяжким преступлением, обеспечивает защиту интересов ни шестолей, ни других словозащищенных интересов, слоев населения. В системе следственных органов работают люди, глубоко преданные своему делу и способные выполнять задачи, о которых многие только читали в книгах. Я, скажем так, встигал самые азы следствия, начинал с самых простых уголовных дел. Для меня было впервые выехать на место происшествия, обнаружить, зафиксировать какие-то следы преступления. Впоследствии уголовные дела становились все сложнее, руководители доверяли мне их расследовать. Уже три года я работаю в отделе по расследованию особо важных дел, которые как раз специализируются на расследовании, раскрытии этих преступлений. При этом дело всей жизни следователь выбрал совсем не просто так. В моей семье следственной работой занималась еще мама. Я имел возможность наблюдать частично эту работу, как это происходит, что делается, из чего она состоит. И с этим у меня еще в раннем возрасте возник интерес к этой следственной профессии. Решил устроиться юридический вуз и впоследствии продолжить свою работу следователем. Поступил. Поступил. Решил поступить в юридический вуз и впоследствии продолжить свою работу в качестве следователя. В условиях современных реалий главными направлениями деятельности следственных органов остаются выявления и расследования тяжких и особо тяжких преступлений против личности в сфере экономики, коррупционных и налоговых, совершенных несовершеннолетними и совершенных в отношении несовершеннолетних, борьба с терроризмом и экстремизмом. Свой профессиональный праздник сотрудники отмечают 15 января. В Рязанской области на настоящий момент трудится 49 следователей. В последние годы ряды их все чаще пополняются девушками. Мы присоединяемся к поздравлениям и желаем легкой службы героям, чей ежедневный труд напоминает страницы детективов. На данный момент это все новости. Следите за событиями на нашем сайте и официальных группах в соцсетях. Удачи вам и хорошего настроения. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok